Приветствую вас! А что делать, чтобы... что аноним? Что вы хотите делать-то с этим? То есть, ну... Вы переживаете эмоциональное напряжение, вы переживаете эмоциональный стресс из-за того, что, как мне, видится и кажется, берете на себя слишком много, слишком много пытаетесь контролировать, слишком много пытаетесь планировать, слишком много берете на себя, вот. И из-за этого вам, собственно, и тяжело, из-за этого вам, собственно, не по себе, из-за этого вам, собственно, и все время хочется сорваться. Вот, потому что вам кажется, что вашего мужа ничего не волнует, так как вас должно быть, потому что это волнует вас, из-за этого, из-за того, что его не волнует, вы начинаете сомневаться в том, что то, чем вы беспокоитесь и то, чем вы живете, является, ну, действительно, по-настоящему важным и нужным, вот. И поэтому вы, собственно, и агрессируете, то есть, вы защищаете свои, как бы, идеалы и свои ценности. Вот. С другой стороны, речь идет, очевидно, о том, что вы боитесь эмоциональной близости, и скандал этот процесс сглаживает. Я бы хотел, эээ, узнать, как у вас с интимной жизнью, потому что скандал очень часто заменяет людям секс. Вот. Ну и, наконец, еще очень важный момент, который вы описываете, заключается в том, что муж, он такой тихий, он такой спокойный, он гибкий, вот. А вам это неприятно, потому что на его фоне вы кажетесь какой-то вот такой очень, ну, резкой, очень вспыльчивой, категоричной, возможно, неправильной, вот, и так далее. То есть, по сути, речь идет о чувстве стыда. То есть, вы следите самой себя. Вот. Вот. И я думаю, что с принятием себя, с принятием своих чувств, своих эмоций, с принятием своих слабостей, которых вы себе не позволяете, вероятно, тоже нужно как-то работать, потому что вы не позволяете себе расслабиться, вы не позволяете себе просто переложить ответственность на другого человека. Я не знаю, связано ли это с тем, что вы, вам сложно довериться кому-то, или, что-то еще, но так иначе у вас есть проблема с доверием. Итак, вы пишете, значит, мы этим 6 лет вместе друг друга очень любим, как проявляется ваша любовь, как проявляется его любовь. В последнее время не хочется на нем срываться. В последнее время это когда, что произошло? Срываться это что? Сбросить эмоциональное напряжение, да? Эмоциональное напряжение выникает из-за чего? Эм, ибо, я буду убеждаться, он ведет себя как тихая мябля. Ну вот тут вы определитесь, эм, вы пишете, что он в любой ситуации ответит с такойными тихими, а тут вы пишете, что он тихая мябля. Мябля это, в принципе, оскорбление, это обесценивание, это, однозначно, человек без характера. А тихий стакузный, это просто выдержка, просто такое вот отношение к жизни, что конкретно у вас. Главное, не знаешь, где это связать, связать с тем, что вы не чувствуете себя защищенной, вы не можете переложить на муч, чья ответственность за свою жизнь. А еще не можете эмоционально реагировать, то есть более спонтанно реагировать на какие-то вещи, пытаясь себя сдерживать, из-за этого прорываются эмоции. На работе я работаю в медсестрой, принимать стало не менее 100 человек за 12 часов работы, а зачем так много? Нервы иной раз сильно дают из-за чего? Как на вас это влияет? Ваша ли это работа? Я хотел уволиться, перейти на другую, но так как стала планировать беременность. Что значит планировать беременность? То есть беременность не планируют. Беременность происходит, как правило, между любимыми людьми случайно. Что значит планировать беременность? А любовь вы тоже планируете? Понялась, до выхода у меня другого пока нет, друзей, которая могла излить душу, нет. Почему нет друзей? Это проблема с коммуникацией, социальной адаптацией, это нужно корректировать. Корректировать то, насколько вы открытый человек, насколько вы набутый человек. Это нужно исследовать. Родители давно умерли, еще когда в школе училась. Так, а, собственно, вопрос. По поводу чего вы хотите душу-то излить, собственно? То есть вас что тревожит, что вас напрягает? Не очень понятно. Ага, дальше, значит, так. Искать поддержки в таких случаях не у кого. А почему вам вы вообще нуждаете поддержка? То есть вы не свободны, и вы постоянно какие-то трудности преодолеваете? Ради чего? Вчера меня разозлило то, что он неконцентно отвечает на вопрос. Я спросил, сколько денег ты отложил на ремонт, а какая вам разница? Я как бедно тебе за рулем не скажу, надо подробно на бумажке тебе показать, чтобы ты поняла, так как все лечит на складе. Тебе так сложно вспомнить, сколько денег ты отложил на последний раз? А, да, это цифры, цифры сложно запомнить, это правда. То есть как бы вы здесь судите по себе. И как потом начинается диалог на чрезмерно повышенных странах? Ну тут нужно определить вам свой вклад в ссору и взять личную ответственность за ее наличие. Меня, конечно, злит, что я в такой момент ни с кем не могу об этом поговорить, о чем об этом. Единственное, о чем я могу подозревать причину, в чем я могу подозревать причину к такому поведению. Я уверен, что я завидел в виду с тебя по отношению к тому, что он в любой ситуации спокойно, тихно. Мне иногда трудно. Что мне делать? Работать с эмоциями? Работать с эмоциями, но проблема ваших вспышек не в этом. Не в том, что вы все завидуете. Если вы завидуете, значит, вы можете, в принципе, быть такой. И вы, очевидно, такая. Просто вас что-то волнует. Вот. Сперва терапия с вами, потом терапия групповая вместе с мыслями. Я это вижу так. То есть сперва проработать ваши проблемы лично, а потом вместе с мыслями и обсудить, что вас волнует, как партнеров в браке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...